ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда комментатор кричит в твой адрес, надрывая голос «Анбеливабл!», то есть «Невероятно!». Далеко не каждый новичок, попавший в бурлящий котел из 20 тысяч фанатов, смог бы совладать с собой, когда открывается вся зона и вратарь. Другой переложил бы ответственность на напарника, выложив ему передачу, или просто бросил, лишь бы не закончить атаку потери шайбы. Перед отъездом в НХЛ Тарасенко провел без малого 5 сезонов на высшем уровне КХЛ, и это к 21 году. Ну, что может быть азартнее старой доброй всеобщей хоккейной драки? В недавнем матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги АХЛ 13 молодых игроков получили удаление до конца встречи за массовую битву во втором периоде. В общей сложности участники матча набрали 230 минут штрафа. К местным событиям. Алтайский губернатор Александр Карлин против дров, которые кое-кто называет лыжами. Это в связи с появлением в местной прессе письма о слишком дорогих комплектах лыж за 32 тысячи рублей каждый, закупленных для школ края. Глава региона так высказался перед спортивной общественностью резко и недвусмысленно. Под гневным письмом в адрес властей, кстати, подписались простые учителя физкультуры. Из Рубцовска, Заринска, Новоалтайска, Михайловского, Ребрихинского, Ключевского, Родинского, Шипуновского и Павловского районов. А лыжного инвентарята закупили детям на 25 миллионов рублей. Учителям показалось, что дорого. Закуплены настоящие лыжи фирменные, европейские, европейского производства. И если кто-то делает вид, что не понимает этого и пытается для неосведомленных людей сказать, что вот и есть лыжи подешевле в два с лишним раза, и при этом забывая, что это лыжи китайского производителя, неизвестно где находящегося, то это, мягко говоря, лукавство. Вот я еще раз убедился, что мы попали правильно, закупив настоящие лыжи и отодвинув от этой кормушки тех недобросовестных поставщиков, кто забавлялся и наживался на поставки, как говорят спортсмены Владимира Александровича, дров, да? Да? Плохие лыжи дровами называют? Да. Не обязательно сломанно. Ну и о главном. Зачем в администрации края собралось столько известных спортивных лиц? Это 40 лучших детских тренеров, которых вознаградили 50 тысячами рублей каждого. Финансовое поощрение спортсменов и тренеров на Алтае – одно из самых крупных в России. Кроме того, губернатор заявил, что в недавно утвержденную программу 80 на 80 включено 9 спортивных комплексов, которые будут построены с нуля в разных уголках нашего края. И теперь к прикладному спорту. Школа-биатлон. Олимпийского чемпиона Сергея Тарасова кует амбициозных чемпионов. Тут будущий Антон Шипулин и новый Дмитрий Малышко. Дети 9-12 лет, прошедшие стрелковую подготовку, теперь учатся владеть лыжами. Среди них и три девочки, ведь конкуренция в женской сборной России уж очень низкая. Из общей группы по стрелковым тестам были отобраны наиболее талантливые дети, которые прошли углубленное медицинское обследование. И сейчас уже занимаемся планомерно лыжной подготовкой, общей физической подготовкой. Единая спортивная форма им так пришлась по душе, что один мальчик даже спал в ней дома поначалу. Они как взрослые болеют за наших по телевизору. Каждый высказывает свое мнение о просмотренных вечерами, ночами трансляциях Кубка мира. Приходят, обсуждают, спорят. Даже говорят, что завтра физкультура на лыжах, не знаю идти или нет, у меня же сегодня еще и тренировка. То есть уже такой выбор, то есть профессионал уже, звезды уже. У некоторых даже звездная болезнь уже появляется. То есть после каждой тренировки он чувствует, что растет. Лицо недели сегодня ну такое счастливое. Ведь игрок лондонского футбольного клуба Челси Эшли Коул станет самым высокооплачиваемым защитником мира. Согласно новому контракту, рассчитанному на один год, 32-летний англичанин будет получать 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Обычным россиянам таких сумм лучше не представлять. Повышение зарплаты Коула связано с тем, что им активно интересовались Мадридский Реал, ПСЖ, Манчестер Юнати, с которыми даже были проведены предварительные переговоры. В Челси прикинули, что приобретение летом игрока обороны подобного уровня обойдется их клубу в 15 миллионов фунтов. Поэтому решено было во что бы то ни стало удержать Коула. Защитник выступает за Челси с 2006 года. За это время он завоевал 8 трофеев. 200 тысяч фунтов – это 10 миллионов рублей. Не приснятся денежки в самом сладком сне. Их он заработает, не щадя горба. И купит себе лыжи он. Лыжи, а не дрова. Пролетели несколько минут нескучного спорта. Ищите нас в интернете. То ли еще будет. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok